Снижение ценной продукты первой необходимости в республике в конце прошлого года зафиксировал Чувашстат. От этих показателей напрямую зависит величина прожиточного минимума. Еще год назад ее, соответственно, уменьшили. Однако сегодня на заседании Кабинета министров приняли иное решение. Тему продолжит Ирина Волкова. Часть продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, снизилась в цене. Подешевели телерадиотовары, средства связи и строительные материалы, сообщает Чувашстат. Также в последнем квартале 2019-го снизились цены на железнодорожные билеты, санаторные путевки. В целом жизненно необходимые расходы уменьшились почти на 3,5% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Исходя из этих данных, величина прожиточного минимума составила 8976 рублей. Это расчетные цифры. В ситуации, когда расчетная величина прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом у нас уменьшается, мы имеем право устанавливать величину прожиточного минимума на уровне предыдущего квартала. Соответствующий закон, исключающий снижение величины прожиточного минимума, накануне подписал временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики. Таким образом, средний прожиточный минимум остался неизменным – 9285 рублей. Напомню, что от него зависят социальные выплаты. Установление такой величины позволяет сохранить социальную поддержку более 107 тысяч малообеспеченных граждан. Единый Волков, Андрей Шоклев, Республика.